Я приветствую зрителей нашего четвертого видео. Навыки, вторая часть. Как вы помните, в последнем нашем видео мы говорили о навыках. О том, как находить заинтересованных людей, как налаживать с ними контакт, как приглашать их на презентацию. И как эту презентацию проводить. Это мы обсудили в предыдущем видео. Важно, чтобы вы поняли, все это не сложно. Возможно, вам понадобится несколько иначе говорить и задавать вопросы, но в этом нет ничего такого, что выходило бы за рамки привычного. Это совершенно нормальные, обычные разговоры с людьми. Однако теперь вы делаете это осознанно, по системе. Говорите ли вы о продукции, направляя разговор в это русло, или же переходите на тему бизнеса, система всегда одна и та же. Смысл заключается в том, чтобы вы в любом случае получили много ответов «да». Это очень важный момент. В большинстве случаев разговор заканчивается минут через пять. И в предыдущем видео я объяснил вам, по каким причинам это происходит. Важно, чтобы вы обязательно продолжали разговор. Но может случиться и так, что ваш разговор окажется на грани срыва, угрожая оборваться в любую секунду. Почему? Можно сделать отличную презентацию. Все может идти прекрасно. Но, тем не менее, в голове у собеседника при этом рождаются различные вопросы, ответы, высказывания, эмоции негативного характера. По самым разным причинам. Исходя из мнения знакомых, по собственному опыту, или на основе того, что он слышал по телевизору, по радио. Вы же знаете, что зачастую эти источники информации прямо с утра заряжают людей негативными эмоциями на весь день. И поэтому во время презентации важно уметь правильно, грамотно реагировать на высказывания, вопросы и ответы негативного характера. Перед тем, как мы обратимся к этой теме, я хотел бы пояснить вам еще два момента. Первый. Вы человек, который решает проблемы. Это вы уже поняли. Вы решаете проблемы людей, и на этом зарабатываете деньги. И чем лучше умеет это делать ваша структура и ваши партнеры по команде, тем более высокий оборот вы делаете, тем больше денег вы зарабатываете. Но! Не все хотят воспользоваться вашими консультациями. Не все хотят вас выслушать. И это совершенно нормально. Плохое настроение, плохая погода, плохое самочувствие. Вы оказались не вовремя, голова занята другими вещами. Могут быть тысячи причин того, почему люди не захотят вас слушать. Как бы хорошо вы ни были подготовлены. И это не должно выбивать вас из колеи. Это совершенно нормальное явление в бизнесе, причем в любом бизнесе, не только в нашем. Люди не всегда готовы нас выслушать. Есть и вторая категория людей. Они готовы нас выслушать, но им что-то мешает. Они еще не до конца решились. У них еще остались неотвеченные вопросы и сомнения. И это как раз та категория, которой мы сейчас займемся. Я представлю вам в этом видео два новых навыка. Первый – это нейтрализация вопросов, высказываний и ответов негативного характера. И еще один навык, которым вы должны обладать, и о котором я буду рассказывать сегодня в этом видео, это, конечно же, правильное завершение презентации или разговора с вашим собеседником. Это тоже навык. Начнем с вопросов, ответов и высказываний негативного характера. Презентация идет хорошо, но вот вы вдруг слышите. Это для меня слишком дорого. Это слишком долго. Это слишком быстро. Это слишком хорошо. Слишком плохо. Что угодно в таком духе. Я этого делать не умею. У меня нет времени. И много чего еще. И, как правило, люди не знают, что на это ответить. Они не умеют профессионально отвечать на подобного рода заявления. Поэтому давайте задумаемся о том, каковы причины этих вопросов, возражений и высказываний негативного характера. Что их вызывает? И на эти причины мы можем, соответственно, грамотно отреагировать. В принципе, можно выделить четыре основных причины. Остальные несущественны. Первая причина заключается в том, что люди хотят выглядеть умными. То есть они хотят сделать какой-нибудь умный комментарий к презентации. И он нередко может принимать форму ответа, высказывания или замечания негативного характера. Следующая причина – это имеющийся негативный опыт, либо свой собственный, либо опыт людей из круга общения. Третья причина – сомнения в собственных способностях. А четвертая – презентация просто была проведена плохо. Начнем именно с этой четвертой причины. Вы помните предыдущее видео? В нем я сказал сначала собирать информацию, учиться, тренироваться, а затем действовать и анализировать. То есть, перед тем, как вы вообще начнете говорить с людьми, вам следует хорошо изучить как продукцию, так и бизнес Вивасан. Для этого вам не нужно получать высшее образование. Вам нужно просто посмотреть те сайты, которые я вам рекомендовал, посмотреть каталоги, скачать литературу. Вам нужно научиться свободно ориентироваться в продукции. Я ведь уже сказал вам в предыдущем видео, человек, которому не нравится этот бизнес, пищевые добавки, ароматерапия, то есть все, что связано со здоровьем и красотой, которому все это не по душе, не будет здесь на своем месте, потому что вам нужно проявлять искренний интерес к продукции, она должна быть близка вашему сердцу. Ведь только это позволит вам быстро учиться и затем снабжать людей качественной информацией. То же самое относится и к бизнесу. Плохо обученные консультанты, малознающие спонсоры или лидеры в любом случае не имеют шансов в этом бизнесе. Нет у них и шансов на то, чтобы успешно завершить презентацию. Давайте теперь вернемся к первой причине. Люди хотят выглядеть умными. У меня к вам вопрос. Знаком ли вам такой тип людей, в котором совершенно без разницы, что входит в состав кока-колы или там гамбургеры или колбасы, это их нисколько не волнует. Но если речь идет о пищевых добавках или о целебных кремах, о функциональных кремах или об аромотерапии, вот тогда они хотят получать подробную справку о каждом компоненте состава. И у них масса сомнений по каждому поводу. Это те люди, которые хотят выглядеть умными. И в разговоре с такими людьми есть смысл придерживаться определенной линии поведения. Начнем с того, как все это нейтрализовать. Как реагировать на возражения и заявления негативного характера. Решение очень простое. Как и всегда в нашем бизнесе, вам нужно только лишь мыслить несколько иначе. Если вы сталкиваетесь с чем-то негативным, то в первую очередь всегда выразите согласие. Ни в коем случае не аргументируйте. Это ничего не даст. Допустим, человек говорит вам, да ну, ваша продукция слишком дорогая. И если вы на это скажете, да ничего подобного, все мои подруги пользуются нашей продукцией, она им очень нравится, она эффективна и вовсе она не дорогая, то чем тогда закончится этот разговор? Тем же самым, чем заканчивались ваши разговоры когда-то давно. Поэтому сначала вы должны выразить согласие. Вам нужно согласиться и сказать, прекрасно вас понимаю. Потом мы приведем еще примеры. Вы должны согласиться, чтобы выйти на одну эмоциональную волну со своим собеседником, чтобы он почувствовал от вас сигнал, я тебя понял. Далее, после согласия следует вопрос. Я ведь уже привел вам четыре причины того, почему возникают вопросы, возражения и утверждения негативного характера. И для каждой из этих причин существует свой вопрос. Сейчас я это поясню. Тем самым вы активизируете своего собеседника, и вот уже ему приходится взглянуть на вещи с другой стороны, и все негативные эмоции вдруг оказываются неуместными. Затем следует ответ вашего собеседника, а потом ваш вариант решения. Давайте приведем пару примеров, на них будет намного проще объяснить. Например, часто можно услышать, «Ну да, это мне все говорят и о каждом продукте, даже если он стоит один рубль, а ваш продукт слишком дорогой». Вам нужно согласиться и сказать, «Да, я понимаю, что вы так считаете. Хотел бы спросить, а с чем именно вы сравниваете наш продукт? С каким конкретно другим продуктом?» У большинства людей ответа на этот вопрос не будет. А кто-нибудь, возможно, и ответит, скажет, «Ну, с теми продуктами, которые я видел в супермаркете». Вы говорите, «Да, я понимаю, в супермаркетах наверняка найдутся продукты дешевле наших. А вы узнавали, у них такая же высокая концентрация действующего вещества, у них тоже высокая биодоступность и такое же высокое содержание ароматических масел?» Понимаете, о чем речь? Таким образом, вы можете достаточно быстро продемонстрировать несостоятельность подобного рода сравнений. Или, допустим, на презентации вы разговариваете с человеком о здоровье и слышите от него такое провокационное заявление. А вы что, врач? Вы должны выразить свое согласие. Вы правы. У меня действительно нет медицинского образования. Но разве вы не согласны с тем, что в наше время крайне важна именно профилактическая забота о здоровье, что людям необходимо делиться друг с другом информацией, что мы должны консультировать друг друга по этим вопросам, чтобы знать, как сохранить здоровье на будущее, чтобы оно становилось лучше, крепче, чтобы укреплялась наша иммунная система? На это вам могут возразить. Все это, конечно, хорошо, но это же задача врачей. Отвечаете. Вы правы. Именно поэтому у нас в компании так много врачей. В наших структурах, в наших филиалах. И они проводят очень много обучающих занятий по продукции, семинаров, на которых консультируют нас, чтобы и мы, в свою очередь, тоже могли грамотно консультировать своих клиентов. Как видите, столкнувшись с подобным провокационным высказыванием, вы можете достаточно быстро его нейтрализовать и придать разговору нейтральный или позитивный тон. Или, например, человек заявляет, «Я не смогу построить структуру, я не знаю, где мне искать людей». Вы разговариваете с ним о бизнесе, и собеседник говорит, «Не знаю, откуда мне взять людей, думаю, что я не смогу строить структуру». Это типичный случай, когда человек тем самым говорит, «Я сомневаюсь в своих способностях». Вам нужно согласиться и сказать, «Да, вы правы. Я знаю и видел уже много людей, которые говорили то же, что и вы. И я это понимаю. Именно для этого у нас в компании имеется специальная система обучения. На занятиях вам подробно объяснят, где вы возьмете заинтересованных людей, как эти люди зарегистрируются в вашей структуре, как вы будете продолжать выходить на новые контакты. Для этого у нас имеется система». Вот таким образом вы можете разобраться с этим вопросом. Или, например, другой собеседник говорит вам в ходе разговора о бизнесе, «Да ну, этот бизнес не работает. Ни у кого из моих знакомых, которые пробовали себя в этом бизнесе, ничего не получилось». Что вы на это скажете? Согласитесь. Я с вами согласен. Я тоже знаю многих, у которых ничего не получилось. А потом задаете вопрос. А вы можете мне сказать или привести конкретный пример, почему у них не получилось? В 90% случаев вам не дадут ответа на этот вопрос. А если и дадут ответ, неважно какой, то вы можете сказать, «Знаете, мой опыт говорит о том, что многие терпят неудачу в этом бизнесе по одной простой причине – они не хотят учиться». У них, конечно, есть желание начать вести новую, более активную жизнь, но они не хотят учиться. Они не ходят ни на семинары, ни на учебные занятия, ни на презентации. Они не читают книги, не собирают информацию. Они не приходят ко мне на обучение бизнесу. Понимаете, о чем речь? И тем самым вы уже предложили человеку вариант решения. Так выглядит тактика. Сначала согласиться, затем задать вопрос, если это необходимо, выслушать ответ вашего собеседника и предложить свой вариант решения. Более чем в 90% случаев эта тактика позволяет благополучно нейтрализовать весь тот негатив, который может возникнуть в ходе презентации. Кроме того, я подготовил для вас небольшое подспорье. А именно, если вы зайдете в наш интернет-магазин VivaSan в раздел «Литература», то найдете там книгу «Мои первые шаги в бизнесе VivaSan». В ней, в главе, посвященной нейтрализации доводов, высказываний и возражений негативного характера, приведены 30 самых важных примеров подобного рода ситуаций и даны советы, как вы можете на них реагировать. Скачайте эту книгу с нашего сайта и ознакомьтесь с этой главой. Это очень легко. Теперь мы переходим к следующей теме, ничуть не менее важной. Это грамотное завершение презентации. Итак, мы завязали и наладили контакт, провели разговор, выявили проблему, предложили вариант ее решения, пригласив собеседника на презентацию и проведя ее. И нам даже удалось нейтрализовать вопросы, ответы и высказывания негативного характера. Каким образом нам теперь завершить эту презентацию? Цель – это либо продукт, либо продукт и бизнес. То есть регистрация. Одна из этих целей должна быть выполнена, а лучше всего обе. Бывало ли у вас такое, что после блестящей презентации люди говорили, «Мне надо посоветоваться с мужем», или «Мне надо посоветоваться с дочерью», или «Мне нужно над этим еще подумать», или «Мне надо об этом побольше почитать» и много тому подобных вещей. А потом вы вдруг обнаруживаете, что через некоторое время эти люди появляются в другой структуре в качестве консультантов, лидеров или клиентов, и вы испытываете глубокое разочарование. А причина очень проста. Дело в том, что у вас не было правильного завершения. И грамотное завершение разговора – не уговаривание, а именно завершение разговора – это тоже своего рода искусство, это навык, которым вы можете овладеть. Как это сделать? Да очень просто. При помощи нескольких вопросов. Давайте сначала рассмотрим вариант с бизнесом, а потом вариант с продукцией. Итак, вы рассказали о бизнесе. На сайте vivazanbusiness.com вы показали все, что нужно было показать, может быть, посмотрели вместе несколько видео, и все прошло прекрасно. А теперь вы задаете следующий вопрос. Что вам больше всего понравилось? Таким образом, вы перехватываете инициативу у собеседника. Не ждите, пока он что-то скажет. Спросите его сами, что вам больше всего понравилось. Из презентации, конечно. Он может сказать «понравилось то и это, но». Если он говорит «но», то это значит, что ему требуется дополнительная информация. Дайте ему эту информацию. Напоминаю, мы продолжаем говорить о бизнесе. Спросите, на шкале от нуля до десяти, где вы себя видите? Ноль. Этот бизнес меня вообще не интересует. Десять. Я начинаю этот бизнес. Я мотивирован и хочу этим заниматься. Интересный вопрос. Вы когда-нибудь его задавали? Попробуйте. Это очень эффективно. Ответ «ноль» вы никогда не получите, потому что если бы человек был совершенно не заинтересован, то он уже давно закончил бы этот разговор. А все, что от единицы и выше, это отлично. Может быть, вам скажут шесть, может семь, а может восемь или девять. То есть вы получите от человека некое значение уровня его эмоций, выраженное в том, где он сейчас себя видит на этой шкале. Теперь переходим к следующей теме. Еще один очень важный вопрос. Предположим, что вы начали вести с нами бизнес в качестве дополнительного заработка. Для подработки вы начали заниматься нашим бизнесом. Сколько вам нужно было бы зарабатывать для того, чтобы это имело для вас смысл? Очень простой вопрос. Еще раз, как он звучит, поскольку это очень важно. Предположим, что вы начали вести с нами бизнес просто в качестве подработки, без необходимости вкладывать какие-либо деньги, уходить с работы, только для дополнительного заработка. Сколько вам нужно было бы зарабатывать для того, чтобы это занятие имело для вас смысл? У каждого человека в голове есть какая-то цифра. У каждого. Есть люди, которые не захотят этого говорить. Они скажут, ну я не знаю, не могу сейчас сказать. Вы говорите, окей, хорошо, понимаю. Но ведь этот разговор только между нами. Назовите какую-нибудь цифру. Какая сумма мотивировала бы вас начать этот бизнес и заниматься им помимо основной работы? В ответ на это человек назовет цифру. С вероятностью практически 100% он скажет цифру. И вот теперь у него в голове есть цифра. Сколько часов в неделю вы были бы готовы тратить на то, чтобы зарабатывать эту сумму? Имеется в виду та цифра, которую назвал ваш собеседник. Вам на это скажут 10 часов, 5 часов, 3 часа, не столь важно. А теперь задается следующий вопрос. Сколько месяцев вы были бы готовы потратить для того, чтобы начать стабильно зарабатывать эту сумму? 600 франков, 500 франков, 1000 франков или 200 франков в месяц? Вам назовут какую-то цифру. И тогда задается следующий, последний вопрос. Если бы я показал вам... Еще раз. Если бы я показал вам, как через 6 месяцев выйти на заработок в 600 франков в месяц, то вы были бы готовы приложить к этому некоторые усилия и побольше поучиться? Так вы завершаете разговор о бизнесе. И при этом вы должны стараться как можно чаще получать от вашего собеседника ответ «да». Чем больше этих «да» вы получите, тем больше у вас будет шансов на позитивное завершение разговора, на то, что человек зарегистрируется, что он придет на ваши занятия по бизнесу, начнет ходить на первые семинары и вместе с вами участвовать в обучении. Итак, мы обсудили презентацию бизнеса, а также то, как ее следует правильно завершать. А как выглядит картина в том случае, если разговор был о продукции? Опираясь на него и на проведенную вами презентацию, в этом случае в завершении разговора нужно выйти на тему продукции. И на этот случай тоже предусмотрены вопросы, которые эффективно работают и позволяют правильно завершить вашу презентацию. Каким должен быть первый вопрос после презентации продукции? Не забываем, что она была ориентирована на ту проблему, которая беспокоит собеседника. Ведь на основании именно этой проблемы, ее понимания, вы построили свою презентацию, рассказали свою историю и представили нашу продукцию, в том числе и с помощью платформ Vivasan, Vivasan German.com, Vivasan English.com или Vivasan Russia.ru. И вот мы подошли к завершающей стадии. После презентации мы и в этом случае тоже можем спросить, «Что вам понравилось больше всего?» Человек на это что-то ответит, причем ответит в любом случае что-то позитивное. Ведь так задан сам вопрос, «Что вам понравилось больше всего?» Значит, это будет нечто позитивное. Это, 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 но. Если звучит это «но», то это значит, что ему нужна дополнительная информация, а вы можете ее дать, это знание о продукции. После того, как вы дали информацию, задается следующий вопрос. Какая еще информация вам нужна? Может быть, о применении продукции или еще что-нибудь. Если клиент говорит, «Нет, спасибо, все было хорошо, все отлично, мне нравится этот продукт», то вы задаете следующий вопрос. Что вы скажете насчет дисконтной карты Vivasan? Любой человек, который покупает какие-либо продукты, хочет иметь на них скидку. И можно уже в самом начале объяснить ему, «У нас есть дисконтные карты. Зарегистрируйся в компании Vivasan, и у тебя будет скидка 23% на каждую покупку. После чего вы уже сможете подписать этого человека в свою структуру, в вашу первую линию». Большинство, разумеется, скажет, «Да, конечно, купить пять продуктов в этом большой проблемы нет. А потом я получу скидку в 23%, отлично, и у меня появится возможность пользоваться великолепной и высокоэффективной швейцарской продукцией в течение всего времени, пока я буду делать покупки в компании Vivasan». А после успешного завершения разговора задается следующий вопрос, о котором ни в коем случае нельзя забывать. Сколько времени вы были бы готовы потратить, если бы я показал вам, как вы могли бы заработать в следующем месяце 180 франков? Еще раз. Сколько времени вы были бы готовы потратить, если бы я показал вам, как в следующем месяце заработать в компании Vivasan 180 франков? Вы подумаете, странно. Зачем мне задавать этот вопрос, если у меня презентация продукции? А вот зачем. Я ведь сказал, вам нужна система, при помощи которой вы сможете информировать всех о том, что в компании есть еще и возможности, продукт и бизнес, бизнес или продукт. Соответственно, если вы не упоминаете о бизнесе, то в большинстве случаев люди даже не узнают о том, какие еще возможности есть в компании Vivasan. И при этом самое плохое, что вам на это могут сказать? Нет, меня сейчас это не интересует, ведь человек уже зарегистрировался. Но если, например, он испытывает финансовые затруднения, о которых вы вообще не говорили, или если он хочет направить свою жизнь в виной русла, или если ему любопытно и хочется попробовать что-то новое, вот тогда этот вопрос вполне может принести плоды, потому что в этом случае человек спросит, ну хорошо, а что мне нужно делать? И теперь вы должны суметь сделать ему презентацию бизнеса. О том, как на это лучше всего сделать, мы еще поговорим позже. Сейчас вам важно вызвать интерес. Вы ведь еще помните предыдущее видео, в котором я говорил вам о том, что если вы хотите найти заинтересованных людей, то для этого есть две системы. Одна заключается в том, что вы сами продолжаете расширять круг своих контактов, причем делаете это из года в год и каждый день. Вторая – это необходимая вам для работы система, используемая в вашей структуре для того, чтобы контактов становилось все больше и больше. И этот вопрос относится как раз ко второй системе, как систематически расширять свою структуру. Но об этом позже, в следующих видео. Важно, чтобы вы не забывали задать этот вопрос. Итак, это были первые навыки. Это далеко не все. Есть и другие навыки. О них будет рассказано в следующих видео. А сейчас вы услышали о первых пяти навыках. А именно, как находить заинтересованных людей, как приглашать на презентацию, как проводить презентацию, как нейтрализовывать вопросы, высказывания и ответы негативного характера, и как правильно завершать разговор. Это те первые пять навыков, которые обязательно должен освоить каждый, кто хочет достичь успеха в нашем бизнесе. Это часто обсуждается, задаются вопросы. В частности, многие меня постоянно спрашивают, если я буду владеть этими навыками, допустим, я освоил их, научился всему этому, если я их применяю, то как высоко я смогу подняться? Здесь, на последнем слайде, я даю вам примерные ориентиры. На ступени хобби люди еще ничего не знают о навыках и слабо разбираются в нашем бизнесе и в нашей продукции. И у них нет даже базовых навыков. Именно поэтому они и находятся на уровне хобби. И пока человек эти навыки не освоит, у него мало шансов на то, чтобы стать любителем. Что делает любитель? Он активно осваивает навыки, активно применяет их на практике, он набирается опыта, с чего лучше начинать разговор, как лучше провести презентацию, что можно еще улучшить в своей работе, как еще убедительнее реагировать на вопросы и ответы негативного характера. На этом этапе он совершенствует и оттачивает свои навыки и старается повысить свой уровень. Конечно же, обучение по продукции, семинары, учебные занятия по бизнесу – все это важно для того, чтобы человек приобретал все больше знаний, чтобы его презентации становились все лучше, как по продукции, так и по бизнесу. На ступени профи человек владеет этими навыками уже достаточно уверенно. Поэтому он и профи, поэтому он уже зарабатывает деньги, он уже владеет знаниями. Он знает, что нужна система обучения, знает, что если хочешь построить работающий бизнес, то нужно выстроить четкую систему обучения, для того, чтобы люди быстрее получали знания, чтобы каждому не приходилось заново изобретать велосипед. Он это знает. Еще он знает, что чем лучше та информация, которую я дал вам в этом видео, будет усвоена в структурах, тем лучше люди будут работать, и тем выше будут обороты. Но у профи есть другие проблемы. А именно, почему всегда все зависит от меня? У профи проблема – почему не появляются и быстро не развиваются новые лидеры? У профи проблема – почему не все и не всегда приходят на мои занятия по бизнесу или на мои презентации продукции? У профи проблема – он понимает, если я ничего не буду делать, то и в моей структуре тоже никто ничего не будет делать. То есть, если я уйду в отпуск, то и моя структура тоже будет в отпуске. Делаться ничего не будет, и мои обороты упадут. Если я сам постоянно не держу руку на пульсе, то у меня падают обороты. Итак, это те проблемы, с которыми сталкивается профи. Проблем с навыками у профи больше нет, он их уже освоил. Теперь он подходит к другим, системным проблемам. И это та тема, к которой будут посвящены следующие видео. В них мы будем заниматься темой лидерской работы. Что такое лидерская работа? Что это значит – становиться лидером? Как разрабатывать систему? Как совершенствовать навыки? Нам нужно будет поговорить о быстром старте, о продвижении, о мероприятиях. Нам нужно будет поговорить о семинарах, об учебных занятиях, кто и как их организует. Обо всем этом мы будем говорить. Вас ждет еще не одно видео. А сейчас я хотел бы поблагодарить вас и выразить надежду на то, что теперь у вас есть понимание нашего бизнеса, и что теперь вы знаете, почему эти пять основных навыков необходимы для того, чтобы выйти на уровень профи. Спасибо.